И всем привет, дорогие друзья! И наконец-то это видео будет у нас более информативное по сравнению с прошлыми. Ведь всё потому, что я вам расскажу, сколько нужно денег, чтобы получить польскую визу. А ещё я вам покажу, как я праздную свой день рождения. Ну это менее интересно, но я всё же покажу. Наконец-то! 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 Подъехал контент. Годный, 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 годный. Годный, годный, годный контент. Сегодня я вам покажу видео, в котором будет как бы две части. Первая часть это больше про моё день рождения, как я его отметил, как мы его провели. Про мои друзья немножко там увидите. А во второй части я расскажу, как получить визу, сколько для этого нужно денег. Сколько я потратил на своём личном опыте и подобьём сумму. Итак, первая часть. Моё день рождения. Поехали! Так, у меня сегодня знаменательный день. У меня сегодня день рождения. 14 октября. И Саша меня ведёт в какое-то непонятное место. Говорит, что это сюрприз. Я уже все варианты перепробовал. Ну, то есть, я не знаю, куда меня ведут. Это не массаж, это не татуировка. Не знаю, что это может быть. Стремно. А что я могу ещё сказать? А я не знаю, я не понимаю. Я не понимаю, куда меня ведут. Не все влогеры должны вести себя, как долбоёбы. Ну, ты ж не долбоёб. Ну, я ж не долбоёб. Осторожно, дерево. А то я не вижу. Ты ж не долбоёб. Осторожно, дерево. Мне сегодня 23. 23 ручки, хлопчико. Не знаю, видно, куда это будет. Я не знаю, куда этот человек меня везёт. Стремно как-то. Надо говорить, что где-то за городом. Ещё и провода эти 23. Что это такое? Что это такое за сюрприз? Зачем ты взяла лопату с собой? Не, хорошо, что нам сегодня повезло с походой. Если бы была плохая погода, это бы не сработало. Ага, то есть это не в здании, это на улице. Не, ну ты почти угадал, но не угадал. Я там был. Где ты там был? В картодроме. А, на картинге? Да. А-а-а-а. Всё, ебало закрываю. Классно. Я так подумала, подумала. Я ещё почитала, что у них есть скидки на день рождение. Типа, минус 50. Так, если ты возьмёшь на 20 минут, а 20 минут у них стоит бесплатный время, типа, минус 50% это уже минут. Ты на человека, да? Да. Рома, ты хочешь сразу 20 минут проехать или проехать 10, отдохнуть и потом 10? Не знаю. Наверное. Ну, можешь сразу проехать? Давай по 10 месяцев тогда, я по 10 от 10, да. А много людей вообще приходит? Куда-сюда? Да. Ну вот у меня с 11 часов ещё отплывание было. Прикольно. Будники, ой, выходной. Будники, конечно, меньше к нам. Работа вообще. Судя какой? Судя, судя, судя. А, точно. А, точно. Нормально, не кидали, понимаете? Тёртый. Будет солнце рукой. Сейчас на врате. Да. Да. Сейчас. Да, уже раз. Сейчас. Вот доまあстанавливать. Вот-ка. Вот, вон. Вот. Ага. Еще. 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 Это что, такое у нас. Продолжение следует... 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 Ну что ж... Продолжение следует... 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 Мне надо отдать деньги за сервисный сбор на визу, это ушло 499 гривен, платится в Айдиабанк или в Кредобанк, ну мы заплатили в Айдиабанке, то есть 495, а 490 гривен за сервисный сбор. Дальше, ехать в Киев мне стоило 90 гривен туда, на метро 8 гривен, пришел туда, там пока все бесплатно, но у меня были фотографии на синем фоне, а надо на белом, поэтому мне пришлось перефотографироваться, это 50 гривен там стоило, на то еще 3 фотки, это классно. Потом я заказал доставку на дом, чтобы мне паспорт прям домой привезли, с кризисом. Это стоило 150 гривен, плюс смс уведомления еще 10 гривен, широко об этом, 30 гривен, не знаю, просто. И в общем-то это все, что я потратил, плюс приехал на метро обратно на станцию и еду сейчас домой. Давайте подобьем сумму, то есть 200 злотых пока не включаем. Сама дорога, сюда 98 на метро, то есть 98, ну давайте 100 к рубля, там на месте я заплатил 190 и 50 за фотографии. То есть 240 сотка, 240 и обратно сотка, готово, 440 кривен, просто туда-обратно и запусти готово. Еще и домой привезут. 440, ну и полторы тысячи за одну бумажечку, которая защищает, что ты студент полицейской школы. Вот так, вот такие вот цены. Ну что ж, вот наше видео и подошло к концу. Вы увидели, как я отметил свое дне рождения. Вы узнали, сколько нужно денег, чтобы получить визу в Польшу. Я надеюсь, следующие видео будут еще интереснее для вас, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Не стесняйтесь, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok